Привет, мои стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество за Египет страдать в Сид Мэрс Цивилизейшн 6. Страдаю я, потому что постоянно мне... Хочу оказалось очень сложно играть, параллельно еще общаясь на другие темы. Рекомендую вам это сделать. Чтобы усложнить себе жизнь. И я явно фигню поделал, очень много фигни в начале, и дальше будет довольно тяжело мне вообще выкарабкаться. Ну и я напоминаю, что эти все видео, во время всех этих видео я еще клянчу у вас деньги на то, чтобы продолжать в том же объеме выпускать видео. Ну как так Испания вышла в Золотой век? Второй эпох... Как она вот сейчас могла выйти в Золотой век вообще? Я охренею. Я охренею просто. Блин, я даже не знаю, что сейчас взять. Наверное, монументально все-таки. Мне нужно как-то... Мне нужно как-то... Так, мне, во-первых, надо в арбалеты. Давайте глянем, далеко ли. Так, стены нужны. Железный... Так, железный рудник. На самом деле мне не... А, не, нужен. Нужен. Так, ну железный рудник я не смогу построить. Потому что у меня просто нету... Железа даже на карте не находится. А вот... Так, это сейчас я обработаю. Древние стены я могу. И три лучника. У меня два лучника есть. Раз... И... Два же было. А, вот два. Мне нужен еще один лучник. Для ускорения. На и коммерческие районы надо начинать строить. И надо выходить... Так... Стены, наверное, сначала. А, ну надо, блин, оборонительную тактику. Фак. Четыре хода. Эту я открою за три хода. Нет, придется, наверное, стену так строить. Мне надо инженерное дело сказать. Мне надо выходить в арбалеты. Я без арбалетов не продавлю испанца. А я не могу с ним мир заключать. Потому что... Вот это вот развитие мне ничего не даст. Мне негде больше города ставить. И испанца надо полностью забирать. Не знаю, насколько полностью, но Мадрид и Лакарунию точно. В Алиедолит, возможно, просто будет Корея отваливаться. Вообще, у испанца четыре города. Уже пять. Уже где-то еще поставил Сарагус. Наверное, там выше. Но Мадрид... Мадрид основной. Потому что это столица. Правда, кстати, блин, все-таки Мадрид и Валейдолит надо будет брать. Алиеда просто постоянно отваливается. Ах, господи, какое же... Ну хорошо, вольнодумство. Я, по идее... Знаете, все-таки вольнодумство. Мне кажется, я ускорениями, хотя... Посмотрите, инженерное дело и мышное строение должен ускорить. Водяную мельницу вряд ли. Две галеры. Три рудника. Фак. Я еще и без железа, я не могу даже нормальные юниты сделать. Мне вообще в летучий отряд надо будет дальше еще идти. Принять форму тоже придется так открывать. Ой, жопа какая. Черт, что мне тут сделать? Ладно, наверное, все-таки надо на районы брать. Мне в любом случае... То есть я вижу пока только два ускорения. А районы... Мне центры коммерции везде надо будет строить. Так? Дальше, значит, давайте с этим... С этими варварами разбираться здесь. Предлагаю... Как-то там еще рабочие какие-то. Наверное, заберу. Давайте глянем, что тут строители дали. Неплохо, неплохо. Блин, а три рудника. Тут один рудник. Тут рудники можно... Где еще рудники можно ставить? Так. Так. Так Как мне тут лучше поступить Я вот думаю Наверное Этого убить коляской Я бы лошадью поскакал там Посмотрел что На эту сторону перебрался бы Вот тут вылечиться лучником И конем здесь Наверное все таки надо убивать Ну катапульта не убьет мне коляску Так Лас Пальмас Блин тяжело так как Ребята Ребзя Так вот это границы Выглядит как границы Рима Это вроде Австралия Япония Ну это могут Могли измениться какие-то Четыре цвета Но мне кажется это Рим Который я не встретил еще И тут еще рабочий Бегает Испанский Так А да Я тут хотел предприятия Да не зря Я сюда приходил Ради предприятия Тут заодно Так значит тут тогда мы Лучника строим Хотя подождите Может стены все таки Давайте стены Да я понимаю что без карточки Ну Потому что тут четыре хода открывается Я тогда наверное пока отложу Открытие оборонительной тактики Вдруг никто войну еще объявит Что у нас здесь Доход от мароди Давайте военную подготовку Откроем военные лагеря Тоже вряд ли Скоро построю Так Как нам здесь лучше Поступить Я бы пока попрокачивался Так Дальше Ну вот этого мы Не убьем наверное Поэтому надо Толедо забирать Какое-то Задание в Йоханнесбурге Было Прикол Не ну не должен Александр Йоханнесбург Забрать Такой армии Хотя с другой стороны Йоханнесбурга И армии то нету Блин может мне У него выкупить Катапульту эту И дуболома С другой стороны Ну маловато Маловато Так Ладно Что мы дальше Делаем Мимфис Утрачивает Лояльность Так Надо обратно Пересадить Виктора В Толедо Чтобы Медленнее Послушайте А может мне В Толедо Стены построить Вырубив Камень Двадцать два Производства Или на монумент Вырубить Хотя бы Чтобы Двадцать два Производства А этот Мы должны Сейчас Построить Монумент Получается Это Снизит Немного Уход От лояльности Так Теперь Нам надо Бы Ну Пока он Окупирован Город не Растет К сожалению Давайте Амбар Не знаю Починю Собор Что делает Дополнительные Ячейки Не Мне тут Счастье Надо Чтобы Меньше Лояльность Уходила Но Его Нету Наверное Катапульту Убьем Так По-моему Развлекательный Комплекс При разграблении Дает Здоровье Не должны О Магрид На побережье Не должны Мне Убить Да Пятьдесят Здоровье Значит сначала Мы тогда Качнем Против Антикавалерийских Юнитов Что-то нету Нету Дальнобой Ну катапульта Только если А вот этот Больно будет Бить Так Дальше Ну тут Надо Отойти Иначе Мечник Убьет Стоим 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 Так Толедоса Хрем Первый ход Очень долгий Смотрите Первый ход Так Лечимся Тут Уровень А Следующим ходом Уровень Эти все Ходили Да Тут Стоим Лечимся Давайте Отойдем Мне кажется Этот лучник Пока уже Ничего Существенного Не сделает Так Колясочки Придется Выйти Мне надо На эту сторону Сразу Перебежать А то Ход Потеряем Все равно Этот Всадник Не лечился Сейчас В Мемфисе Потому что Ход еще Целый Так Ну тут Роста Нет Блин Тут бы Какое Производство Ну в принципе Вот Холм Давайте на этом Холму В холме Пробуем Производство Организовать Так В Илуму Монумент Ну амбар Надо Тут вообще Нету Пресной воды И город Не растет А там Кто-то Блин В Йоханнесбург Закинул Сандок У меня Немножко Производство Ушло А что Вообще Города Государства Хотят Создать Гавань Ереван Проложить Торговый Путь Махенджи Вряд ли Ну и Гавань У меня Вряд ли Ну гавань Я наверное Создам Когда Мадрид Захвачу Я так понимаю Что он На воде Я думаю Что там Гавань Где-то Есть Так Лошадь Меня тут Не убьют Предприятие Виктор Покидает Что у нас По Да Но мне Надо Срочно Тупо Ити В арбалеты Как и странно Деньги у меня Будут На апгрейд А какие У нас еще Карточки Которые Снизят Я наверное Вряд ли Могу Открыть Это в наемниках Да До наемников Не дойду Так вот Возвращаясь К нашим баранам Что я постоянно В своих партиях В ЦИВУ Упоминаю Что идет Война в Украине Что Россия Напала на Украину Мол Вы приходите В ЦИВУ Отвлечься В первую очередь Конечно же Это говорят Россияне Которые О Сундук Меня Да Я напоминаю Что у нас Челлендж Я должен Всем Первым Десяти Точнее Цивилизациям Первым Девяти Цивилизациям Их осуждать Обязательно Постоянно Первым Десяти Вообще У нас На шестнадцать Так Ну Давайте попробуем Отменить Торговые Пути Испанцу Хотя Это вряд ли Получится Юниты Ой Тут мне надо Стрелковые Обязательно Дальнобойность Пожалуйста Пожалуйста Мне кажется Не пройдет Тут мне именно Дальнобойные Нужны Это будет Так круто Если пройдет Ближний бой Фак Жопа Это как раз Те юниты Которые Ну Вот Мечники Например Да Да Плюс пять От резолюции Военные Советники Ну так вот В первую очередь Это россияне Конечно Говорят Это им надо От реальности Убегать Потому что Они У нас Ребята Их правительство Уничтожает Братский народ Ммм Да А Византия Все таки Не Рим Византия Так А я обязан Его осудить Посмотрите Еще на Цифры Науки И культуры Мои По сравнению С другими Со всеми Ребятами Так Ну Наверное Постою Попробую Разграбить Следующим Ходом Здесь Сюда Встану И Вылечусь Таким Таким Образом Потом Он Обстреляет Еще Разграблю Ферму Вылечусь Бежим Бежим Сюда Тут Стоим Всадником Стоим Рабочим Так Саншана У меня Война Да Надо бы Каншану Вообще Забежать Кампус Пограбить У него Тут Уже Библиотека Я довольно Много Должен Вообще Надо Дождаться Открытия Войной Подготовки Смотрите Тут Доход От мародерства И набегов На 50% Увеличится Я тут По идее Должен Неплохо Науки Поднять И довольно Быстро Выйти В арбалеты Получается Было Минус 15 Стало Минус 18 Да Что Такое Блин Ну еще Эти Плюс 5 Прошло Ну Охренеть Так Ладно Сколько еще У него Эти юниты Один ход О Мечник Аншана Скоро Вернется Правда Ими с Аншаном Тоже Война Я не знаю Кстати А как они Возвращаются Они к нему В город Вернутся Или Тут Останутся Блин Вино По моему Веру Даст За разграбление Я просто Сейчас вот Думаю Мне грабить И вы понимаете Я граблю И я остаюсь На месте Мне тогда Убьют Наверное Всадника Я думаю Что надо Отступить Хай он Вперед Лезет Мне уже Просто Просто Надо Ждать Просто Надо Ждать Арбалеты Видите Отошел Сейчас Потому что Колесницы Марьяну С ровной поверхности На 4 клетки Бегают А болото Неровное Это 2 клетки То есть Отсюда Реально Какой-нибудь Дальше Смогу Пробежать Если что Блин Наверное Просто Стою Пока Не знаю Лучником Точно Стою А вот Эту Колесницу Возможно Имеет Смысл Туда Перебрасывать Я просто Тут Нету Места Уже Так И сколько Толеда Получается Блин Через ход Опять отвалится Да что ж Делать будешь Бессмысленно Тут что-либо Строить Что ж так Тяжело То 865 Силы У Византии 865 Суперный Бабай Вот Что Византия С этими Силами Делает Солит Я не знаю В кадушке Так вот Россияне Не хотят Думать О том Что их Армия Где-то Убивает Украинцев И требуют От меня Того же Чтобы я В этом Не напоминал Что ребята Нехорошо Так Нельзя поступать Вы должны Думать О Плохом То что Происходит Подожди Че там Аншан Вообще Где-то У меня Вик Смотрите Где мечник Оказался Его Выкинул Все-таки Его Выкидывает Но Его Выкидывает За Границы И он У меня Оказался Прям Под Этим Под Моими Юнитами Прикол О Против Против Сандок Там Что-то Началось Австралия Объявила Войну Корея За Какой-то Город Государства Прикольно Так Инженерное Дело Прокачали Надо Надо Убить Вот Эту Я тут Мог Шахту Сделать Дальше Надо Поубивать Блин Ну вот Это точно Без Арбалетов Не И Аншан Перестал Быть Союзником Блин Как Все Через Жопу Конечно Тут У Меня Фритпол Там Еще Руинки Какие-то Есть Так Ну Видимо Валить Отсюда Надо Как-то Не Ну Лакару Не Можно Пока Потеребонькать Как-то Вот Так Встану Тем Более Эти Не Особо Прокаченные Ну Вот Как Вернет Салатник В Лакару Не Надо Уходить А Ваншоты Будут Моих Колесниц Дуболом Пока Стоит Против Латника Окей Так Кампус Грабить Чтобы Науку Получать Так Лучника Одного Надо Сделать Да Блин Ну Кстати Я могу Вот Сюда Встать И По Обстреливать Блин А хватит Для меня Двумя Выстрелами Его Убить Либо У меня Сейчас Будет Минус Колесница Ну Выглядит Как Не Хватит Честно Говоря Ладно Не Буду Туда Лезть Потому что Он Иначе Убьет Просто Мне Колесницу Видимо Эта игра Показывается Типа Могу Обстрелить На самом Деле Нет Потому что Тут Холм И лес Не Дает Это Сделать Да А следующим Ходом Толеда Опять Отвалится Да Даже Монумент Не Помог Все Пора Центры Коммерции Ставить И Я Думаю Что Все Таки Вот Тут Надо Какую-то Ромашку Рядом А там На реке Или На пойме Тоже Что-то Важное Что-то Я забыл Какая Там Способность 15% Если Находится Рядом С рекой Просто Плюс 15% Если Рядом С рекой Ладно Это Норм Давайте Подумаем Тут Или Тут Не Ну Правительственную Точно Мы Сюда Фигачим Ну И Соответственно Там Например В Ракедете Центр Коммерции Сюда Сюда Потом Можно Будет Компуса Да А Без разницы Одинаково Стоит Или Один ход Подождать Пускай Само Вот эта Клетка Добавится Сама Давайте Подождем Один ход Мы Можем На один ход Откладывать Производство Ничего Страшного Так Откладываем Производство Так Вот Любимые Мои Россияне Кроме Вас Меня Еще И Украинцы Смотрят Которым Важна Поддержка В то Время Когда Их Убивают Ваши Солдаты Как Вы Думаете Почакутых И Каю Здорово На Чьей стороне Я должен Быть На Стороне Людей Которые Своими Жизнями Рискуют Ни за Что Просто Не Ни за Что Точнее По Никакой Причине Потому Что Вашей Стране Захотелось Напасть На Украинцев Или На Вашей Стороне Которым Грустненько Стало Просто И Они Не Хотят Глядя На Циву Беспокоиться Хотят Убежать Куда-то В Придуманный Мир Где Египет На Колесницах Атакует Испанских Латников У вас Должна Быть Какая-то Эмпатия Почему Вы Думаете Только О себе И не Думаете О Людях Которые Просто Под Смертью Сейчас Ходят А я Это Еще Записываю В последующий День После того Как Появились Кадры Из Бучи Как Вот К этому Всему Относиться Нам Расскажите И Вы Все равно Продолжайте Я понимаю Я понимаю Это Если бы Это Была Какая-то Тема Далек Опять Где Я Был Когда Бомбили Ирак Так Вот Если Я Про Ирак Каждый День Вот Каждое Это Видео Говорил Я Понимаю Ваше Возмущение Понял Бы Точнее А Здесь Мне Непонятно Вообще Вы Даже Не Думайте Ну У Меня В Монголию Партия За Монголию Я Там Экран На 5 Секунд Что Пока Вы Смотрите Это Видео Мойска Российской Федерации Убивают Моих Украинских Зрителей Но Ведь Это Это Правда Так Есть И Типа Для Чего Для Чего Я Это Вам Напоминаю Чтобы Вы Хоть Хоть Какую-то Эмпатию Проявили Что Ли Написали Б В Комментариях Что Что Вы Сердцем И Душой С Украинцами Это Написали Что Вы Это Не Поддерживаете Например Но Нет Вы Почему-то Предпочитаете Писать Что Я Зря Это Делаю Блин Да Чего Что-то Не Хватает Ладно Попробуем Аншан Разграбить Так Стоит Ли Нам Грабить Караван А Еще Не Пишет Сколько Сколько День Мне Кажется Стоит О Нет Нормально Нормально Это Я Неплохо Пограбил Я Напоминаю Что Мне Надо Будет Так Сколько Там Ходов Девять Машина Но Мне Сто Процентов Надо Вот Этот Кампус Грабить Чтобы Чтобы Науку Какую-то Получить Или Этот Попробовать Машина Ну, у испанцев такое ощущение, что армии-то особо и нету. Так, блин, а чё я попёр? А мне Толедо отбивать не надо обратно. Ну, блин, убьют же. Так, а сфинкс там что-то культуру и веру как-то не особо... Плюс два престижа, плюс две веры, если посмотреть рядом с чудом света. Плюс культура, если посмотреть в пойме реки. Так, ну это в поймах рек надо строить. А вот почему я про поймы рек воспринимаю, что именно сфинксы надо в пойме рек строить. Район это просто рядом с рекой. Так, значит, поехали. Центр коммерции сюда. Я думаю, армии мне достаточно. Слушайте, может тогда лучше кампус в столице? Хотя бы вот на плюс два. Чтоб хоть какая-то наука шла. Потому что деньги у меня вроде есть на апгрейд. Мне бы быстрее эти арбалеты открыть. Блин, а с другой стороны тут быстрее он построится. Ну тут будет когда-нибудь плюс... Тут даже плюс три... Не, даже плюс два тут будет. Не, ладно, буду тут строить. Мне нужна наука именно, а не быстрее район, чтоб был построен. Так. Не, не буду грабить. Ждем арбалетов. Или не стоим, а подходим. Чего мне там стоять? Блин, Мемфис отваливается. Ну прикол вообще, конечно. Приколы со всех сторон. Так, в Ассуане что? Нету кампуса. Центр коммерции. Так, вообще надо подумать. Тут же я могу дамбу сделать. И тут могу дамбу. А центр коммерции... Давайте центр коммерции лучше на этом. В тундре. Так, инженер... Ну, прямая наводка, инженерное дело, машиностроение. Я не знаю, как испанец два века подряд в золотом веке. Оказывается, просто... Просто не представляю. А, блин, я не... Ну ладно, она меня сама осудит. Забыл осудить. Виктор, почекутыка надо осудить. Надо осудить почекутыка. Виктор, почекутыка. Возвращаясь к выклянчиванию денег, напоминаю, что YouTube отключил монетизацию полностью для России. Это, ну, для меня минус 60%. Я говорю 60-70%, потому что я ожидаю, что то же самое он и для Беларуси сделает. Но пока нет. На удивление. Ладно, ну, где-то в районе минус 60% всего моего дохода. Причем больше я получал от спонсорства. Которое сейчас... Соответственно, люди в России даже не могут перевести. Даже если бы они хотели, они не могут перевести. Деньги никак мне. Как тут лучше сделать? Давайте... Вот так. Ну, не должен лучника мочкануть. Хотя... Все может быть. Так, давайте посмотрим, сколько я науки получу здесь. Блин, не хватает разграбить. Вот я прошу людей либо переходить на более высокий уровень спонсорства, либо просто немножко докидывать мне в PayPal. Вот в PayPal, например, с прошлой серии Алексей Романов прислал с сообщением «Дякуй тоби, Алексей, за добрые стримы на политичные гульневые темы. Жадаю тебе протягнуть в эту добрую справу. Живей, Беларусь». Живей, вечно, великий дякуй, пан Алексей. А также прислал еще Артем Космына. Артем Космына или Космына. Не знаю, тут без сообщения пока что. Ссылка на PayPal в описании к этому ролику и в прикрепленном комментарии. Пожалуйста, переводите. Также можно... Криптовалютой тоже перевести. Так, ну надо валить этого мечника. Так, тут я, пожалуй, разграблю, чтобы здоровье получить. Да, слушайте, даже к лучшему, что я сейчас не смог разграбить кампус, потому что я сейчас поставлю карточку, которая больше мне науки даст. И я думаю, что я машиностроение чуть ли не сразу открою, между прочим. Так что мне надо тут стоять. Ну, 30 веры, я думаю, мне не надо. Я лучше буду убивать катапульту. Ай, блин, нехватка счастья. Так, стоим. Стоим. Реально надо в поймах сфинкс. Я, по-моему, еще ни одного сфинкса не поставил, так что у меня есть задел на 4 очка эпохи. Так, ну и скаутом, наверное, постою. 10 науки, 10 культуры. У людей в среднем, ладно, я не буду брать вот это отмороженное 121, там предположим, но в среднем 60, вот 60-40, да? Просто как дико я отстаю. Не пойду дальше смотреть, что там. Страшно. Так, два заряда. Может, вырубить тут лес и еще одну шахту поставить на холме? Я думаю, да. Так же благодарю тех, кто перешел на более высокий уровень спонсорства. Это у нас Кирилл Головань, как я понял правильно, Головань. Грейт Годга. А так же... Блин, нет, он не убил все-таки. Блин, как по чеку, так сам меня осудил. А так же те люди, которые новые стали спонсорами. Они вот мне писали в комментариях, что не были спонсорами до этого момента. Но тут в Украине спонсорство появилось, отключили в России, появилось в Украине. Поэтому спасибо людям, которые там становятся спонсорами. Но я призываю в первую очередь украинцам помогать деньгами, а мне уже во вторую очередь. Так, давайте поставим на доход от мародерства и набегов увеличили. Наверное, вместо юнитов... Или лучше вот именно что кавалерию строить, всадников, потому что у меня уже стреляющих-то дофига. Ладно, давайте кавалерию оставлю строиться так. Теперь смотрим, сколько я получу науки. 45 пишет, но, видимо, должно быть 90. Нет, все равно 45. Не сорян, на карточку. Так, и насколько это продвинуло? Ну, я еще следующим ходом смогу... А, не было библиотеки? Ну, фак. Что за фигня? Блин, он уже с арбалетом тут. Стоит ли мне отходить или стрельнуть по арбалету просто? Я не думаю, что арбалет может меня убить. Надо было подвинуться этой какой-то коляской. Просто очень отстаю по науке и слишком хреновые юниты у меня. Ну, и так, Толедо потихоньку. Вот мне, правда, жалко, что Мемфис начинает постепенно отваливаться. Все из-за того, что в золотом веке испанец. Я не понимаю, почему. Лучника убили. Там, по-моему, второго уровня был, да, лучники? Жопка. Так. Ну, надо в наемники идти. Все-таки через оборонительную тактику. Боже, как у меня все плохо. Испания больше нигде... Блин, у Испании больше нету компусов и все равно сидит 54 науки. Нормально? Ну, вообще там, конечно, от жителей еще капает. Как убил? Блин, Мадрид стены построил. Ну, фак. Блин, я не знаю, что уже делать. Честно вам скажу. Просто не знаю. Ну, смотрите, как они уже бьют по этой лакаруне еле-еле. Ну, конечно, это можно заколупать. Вообще, наверное, и надо заколупать. Давайте всадника сюда. Ну, Валейдолит я точно никак не возьму. Видимо, надо отступить. Так, а вот тут вроде уровень должен быть третий. Блин, ну вот... Уже под Мадрид не встанешь. Он уже стенами стреляет. То есть, это считайте, два арбалета стоит. Понимаете? Надо отходить, иначе арбалет убьет. Чуть-чуть не хватает. Ну, может, ты к лучшему. Ладно, следующим ходом заберем. Или этим. Давайте этим. Опять монумент надо ремонтировать. Тут хоть счастье появится от вина. Но вообще все очень грустненькое. Лакарунью, может быть, еще и доколупаю, конечно. Может, мне, кстати, Магнуса пересадить в Мемфис? Смысл? Я ничего не вырубаю в Ракедете. Лояльность повыше. Так, ну и Виктора Втоледа. Ой, тяжело. Так, губернаторы переехали. Тут пока держимся. Опять Юханнесбург кто-то переманил. Блин, там все-таки Александр его забирает. Ну, фак. Блин, нормально. Вот они, главное, лучниками. Лучниками. Там у них есть какой-то... Катапульта, но все равно. Там какие-то вообще хреновые юниты. А у меня тут толпа нормальных. Я не могу этого конченого испанца забрать. Охренеть. Так, пишут, знаете, что переводи канал на английский. Нет. Ну, кого опять мне убили? Почему меня убивают постоянно кого-то? Фак, он сделал пикинера. Как пикинеры, вроде... 45. Да, 45. Волючая. Ну, надо отступать. Иначе тут минус все эти юниты будут. Говорят, делать канал на английском языке. Может быть, я как-нибудь и буду делать. Но это будет отдельный канал. И я не буду прекращать на русском делать, как бы то ни было. А еще и валидолит сделал стены. Ну, я не знаю, что мне тут делать вообще. Я не понимаю. Ну, видимо, надо мириться. Фак. Сколько у меня? Один ход остался, да? Да, больно. Блин, я не могу пробить стены. Ну, что, мириться и пытаться развиваться. Аншан забрать. Йоханнесбург нету смысла забирать. У меня отваливаться будет постоянно, как Толедо. Крендец просто. Что вам интересно, что у меня и города даже негде. Вот, то есть, я вот не вижу, как... То есть, я вижу, что мне надо было в начале просто юниты. Не то, что я строил в начале, когда я вам рассказывал, а другие военные юниты. И реально раньше нападать просто на испанца. А у меня получилось... Я затормозил. И он каким-то образом... Это просто поразительно, что у него наука есть. Ну, я думаю, что продолжение в следующей серии будет. Ребята. Будем страдать. Но я думаю, тут придется мириться с испанцем. Да. Придется мириться с испанцем, видимо. Точно попробовать Аншан забрать. Ну, то есть, апнуться в арбалеты и этими арбалетами забрать Аншан. А потом, возможно, опять начать вот Лас Пальма с лакарой, с этой стороны. Вот так идти. Мадрид на побережье, Валидолит не на побережье. Ну, видимо, тут еще какой-то город на побережье. Вот я вижу границы. Испанца мне надо забирать. Но со стенами это невозможно. То есть, мне нужны катапульты. Сейчас, наверное, библиотеку... Еще построю. Мне нужны катапульты. Слушайте, а карточки на катапульты... А катапульты вроде где-то было. Оборонительных зданий. Или казалось мне, что есть что-то подобное. Ну, тут вот я не вижу. Но, кстати, доход от мародерства немножко помог, конечно, с наукой. Надо будет его заменить. Я уже не вижу, как мне тут грабить. Хотя, может, Аншан немного пограблю с этой стороны. Мне кажется, надо сейчас мириться. А, знаете что? Тут вопрос вообще. Давайте вы напишите в комментариях. Я помню, что когда я с Ацтеком воевал... Вот в той... За кого я играл? Я забыл, за кого я играл. Вопрос. То есть, мы же тут пытаемся сложнее сесть, дать. Может, мне нельзя мириться с испанцем? Давайте вы в комментарии напишите. То есть, если идет война, то уже мириться нельзя. То есть, вопрос. Можно ли мириться или нет? То есть, идея в том, чтобы они мне все... То есть, я почему объявляю всем им осуждение? Чтобы была постоянная война вокруг с соседями. Так, может, мне все-таки нельзя мириться с испанцем? Просто надо отступить. Но в войне с испанцем все равно я должен продолжать находиться. Если вы с этим согласны, то... То есть, конечно, пишите в комментариях. Как вы считаете правильнее здесь... Вот по нашим вот этим правилам поступать? Тут же еще это на довольство влияет, кстати. У меня же как раз вот усталость от войны. Минус 4 довольства дает. И это, соответственно, на лояльность очень давит. А если я замирюсь с испанцем, то у меня это все недовольство уйдет. Вот в чем дело. Так что давайте. В зависимости от того, сколько комментариев будет за то, что... Если я объявил войну, то я и не должен с ним мириться. Так я и поступлю. На этом все. Продолжение в следующей серии. Спасибо, что поддерживаете меня. Украинцам силы, мужество это все вынести. Весь мир и здравый смысл все равно с вами. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.